Это программа 13 минут. Здравствуйте. Завтра мы будем отмечать главный праздник трудящихся и профсоюзов. По данным на начало года в независимых профсоюзах состоит более 2 миллионов человек. Какие проблемы стоят перед этими организациями и насколько сильные профсоюзы у нас в Краснодарском крае? В ближайшие 13 минут мы будем говорить об этом с членом Комитета Государственной Думы по труду социальной политики и делам ветеранов Светланы Бессараб. Светлана Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Викторовна, кроме вышеперечисленного, вы еще и являетесь председателем Краснодарского краевого объединения профсоюзов, верно? Да, прежде всего, я председатель кубанских профсоюзов. Уверена, лучше вас никто не ответит на этот вопрос. Как вообще обстоят дела с движением профсоюзов в Краснодарском крае? Традиционно мы поддерживаем и сохраняем рабочее движение, и Краснодарское профобъединение является одним из наиболее многочисленных в составе Федерации независимых профсоюзов России. Мы объединяем более 500 тысяч трудящихся в своих рядах. Также в наших рядах есть студенты, которые не платят профсоюзные взносы, и, конечно, ветераны, которые также освобождены от уплаты профсоюзных взносов. Но всего Федерация независимых профсоюзов России объединяет под своими знаменами более 20 миллионов трудящихся. Александр Викторович, я в своей жизни как-то никогда не сталкиваюсь с работой профсоюзов. Но всегда было интересно, когда они говорят, вот профсоюз сделал, профсоюз сделал, но никогда не говорится о какой-то помощи, которая ему оказывается. Я просто думаю, что в современном мире, если не будет поддержки государства оказываться, то вряд ли чего-то добьешься. Как устроен вообще механизм совместной работы? Возможно, администрация края помогает, либо какие-то министерства. Как это все взаимодействует? Безусловно, мы взаимодействуем как по вертикали, так и по горизонтали. Отраслевые профсоюзы выходят на отраслевые министерства. У нас в крае достаточно успешно, уже вскоре мы будем в 2022 году отмечать 30-летие социального партнерства. Мы практически первые в Российской Федерации создали краевую трехстороннюю комиссию по социально-трудовым отношениям. И ежегодно на заседаниях комиссии рассматривается множество важных для трудящихся и просто для жителей края, для населения решений. Это в том числе, ну помимо трудовых и социально значимых отношений, это в том числе, например, детский отдых, это трудоустройство подростков, это возможность поддержки материнства и детства. То есть достаточно много социально важных вопросов рассматривается именно в социальном блоке администрации края. Ну и безусловно, поддержка губернатора нам всегда, мы всегда ощущаем его поддержку, нам всегда помогает в наших делах. И как правило, вот за исключением года пандемии, мы ежегодно встречаемся с губернатором наши кубанские профсоюзы, и он готов к самому открытому диалогу. Мы не готовим специально каких-то вопросов. То есть у нас можно говорить открыто именно в период встреч. Получаем поддержку. Вы сказали про детский отдых. Сразу вспомнилось, во всех советских комедиях обязательно, когда касается детей, всегда говорят, получили путевку в лагерь от профсоюза. Через месяц уже каникулы. Скажите, как строится работа в этом направлении от профсоюзов? Сейчас, конечно, почти не осталось профсоюзных детских здравниц. В период перехода на рыночную экономику, из фонда социального страхования, из его регулирования ушли детские здравницы. Сегодня в большей степени это либо частные, либо ведомственные структуры. Но вместе с тем профсоюзы не оставили этой деятельности. И в период пандемии мы, как никто другой, в том числе работали с Роспотребнадзором над смягчением ограничительных мер, потому что понимали, что этими мерами можно просто поставить всю отрасль на колени. И сегодня есть повод гордиться, потому что отрасль выстояла благодаря во многом поддержке нашего губернатора, потому что из федерального бюджета, к сожалению, в прошлом году мы ничего не получили. Была поддержка только со стороны регионального бюджета. Это потребовало определенных усилий и волевого решения губернатора, но вместе с тем это позволило сохранить количество и качество работы наших здравниц. У нас из 1200 детских здравниц большая часть находится на территории именно Краснодарского края, Республики Крым. Я имею в виду детские здравницы загородного, стационарного детского отдыха. И, конечно, мы обращались и в Минпросвещение, и в Роспотребнадзор, и в Ростуризм с тем, чтобы, если детский отдых не вошел в национальный проект образования по каким-то причинам, чтобы он обязательно был включен в национальный проект по туризму, развитие инфраструктуры туристического детского отдыха было бы включено в национальные проекты и позволило бы хотя бы немножко позаимствовать средств из федерального бюджета. И, наконец, мы в послании президента услышали о 50% компенсации стоимости детского отдыха. Необходимо сказать, что у нас в Краснодарском крае уже действует такая мера социальной поддержки граждан. Если вы самостоятельно приобретаете путевку детского отдыха, то имеете право на частичную компенсацию ее стоимости, в том числе для работодателей, которые приобретают путевки детского отдыха для своих работников. И сейчас вот такая поддержка из федерального бюджета. Мы ожидаем, что уже к 20 мая будут новые правила, которые позволят понимать и родителям, и здравницам, как этот механизм будет действовать. Это, безусловно, поддержит и семейные, и родительские бюджеты, и, прежде всего, позволит восстановить наши здравницы. Это большой подарок, повторюсь, для нашей отрасли. А ведь, по сути, это будущее здоровья нации. Потому что без оздоровления деток приходится лечить, к сожалению. То есть, несмотря на все сложности 2020 года, все равно нашли решение, все равно оказывали помощь? Да, безусловно, не только в вопросах трудовых отношений. Хотя, необходимо отметить, что инициативы профсоюзов, несмотря на пандемию, нашли отражение. В основном в законе Российской Федерации они вошли в измененную конституцию. Легли в основу изменений трудового законодательства. Уже с 1 января текущего года, вы знаете, действуют новые нормы Трудового кодекса об удаленной дистанционной работе. Это во многом тоже активность профсоюзов. Готовятся поправки ко второму чтению в закон о занятости населения в Российской Федерации. Ведь мы переходим на цифровые платформы, мы не можем стоять на месте. Необходимо модернизировать центры занятости. Необходимо онлайн оказывать помощь нуждающимся в этом гражданам в поиске работы, в получении пособий. Сегодня все цифровые платформы позволяют это делать, и они развиваются. Но и кроме того, у нас предстоит замена целой главы Трудового кодекса. Это 10 глава об охране труда. Конечно, профсоюзы принимают самое активное участие. Но и помимо этого, безусловно, профсоюзы берут на себя ответственность за санаторно-курортное лечение работников, за безопасные условия труда, за качественное проведение самооценки. И многие вопросы, которые, казалось бы, с первого взгляда не касаются напрямую трудовых отношений, они в фокусе внимания профсоюзов. Санна Анатольевна, всегда интересно, знаете, когда вы рассказываете, что оказывается такой пласт работы, который проводится, перевод в режим онлайн и прочее. И вот люди даже ведь не знают об этом. То есть вот надо вас чаще приглашать, чтобы вы больше про это рассказывали. Скажите, а вот в каких отраслях именно самые сильные профсоюзы? Я думаю, в каждом регионе по-разному. Но, несмотря на малочисленность, я бы не стала выделять вот именно по силе воздействия профсоюзов по отстаиванию прав работников. Но, например, если брать по многочисленности, то одна из самых многочисленных, и в том числе и в Российской Федерации, это Краевая профсоюзная организация работников народного образования и науки. Совсем недавно у них прошел пленум. Они работают над новыми условиями труда, например, оплаты труда педагогов. Сегодня, как известно, правительством Российской Федерации уже разрабатывается система оплаты труда, которая позволит в системе здравоохранения, кстати, очень мощно представлен у нас профсоюз на территории Краснодарского края, в системе образования, я уже сказала, Краевая профсоюзная организация очень сильна, в системе социального обеспечения, культуры. И вот все, что я называю, у нас очень сильные и мощные профсоюзы в этих отраслях работают, как, в общем-то, и в секторе реальной экономики. Мы выравниваем системы оплаты труда с тем, чтобы они по России были, ну, примерно одинаковые, только с учетом разности именно коэффициентов региональных. Ну, например, условия Крайнего Севера, это повышенные коэффициенты, как мы понимаем. Вместе с тем, труд, например, врача, он одинаков, как правило, и в Москве, и где-то в Рязанской области, и у нас в Краснодарском крае. Но если Краснодарский край еще может соперничать с регионами по заработной плате, то множество регионов депрессивных значительно отстают. Задача Государственной Думы, правительства, прежде всего задача профсоюзов, достичь равных условий оплаты труда за равный труд. Это большая задача. После вакханалии, я бы сказала, рыночной экономики, когда от единых базовых тарифных ставок, окладов мы вдруг перешли к тому, что каждый платит регион столько, сколько может. Во многих регионах это привело к оттоку кадров, к оттоку специалистов, к нехватке персонала. И сегодня действующие такие программы, как «Земский доктор», «Земский учитель», «Земский фельдшер», они как раз нацелены на устранение этих недостатков. Но без достойной оплаты труда мы исправить их не сможем. У нас в Краснодарском крае благоприятные климатические условия. К нам, конечно, приезжают специалисты, когда мы приглашаем на замещение вакантных должностей. К нам приезжают, тем более, что мы даем подъемные деньги. И сегодня наши показатели по укомплектованности кадров, например, на селе, в здравоохранении, в образовании, они намного выше, чем на территории Российской Федерации. Но, повторюсь, это не совсем верно. Светлана Викторовна, с вами полностью согласен. Действительно, вот этих парадов на 1 мая, вот как прям не хватает. Вообще не хватает. Знаете, вот вы затронули, что со столетней историей, да, про все это движение «Нератрут май». Скажите, а вот основное, какое отличие современного профсоюза и советского? Как вот разделить? Вы знаете, работа Советского профсоюза была намного проще, потому что строилось, скажем так, на добровольно-принудительном все-таки порядке. Ну, то есть, если вы не были членом профсоюза, вам не досталась бы санаторно-курортная путевка, путевка детского отдыха, вы не смогли бы даже пойти на оплачиваемые больничные, потому что, ну да, вы на добровольной основе вступали в профсоюз в Советском Союзе, но без этого всего вы не имели доступа к средствам фонда социального страхования, из которого производились все эти выплаты. Более того, все санатории, здравницы, они входили в систему фонда социального страхования, а фонд социального страхования управлялся профсоюзами советскими. Сегодня, конечно, эта вся система разломана уже, она не действует, и сегодня по-настоящему членство в профсоюзах является добровольным. А кроме того, поскольку работающие вносят, как правило, 1% от заработной платы на деятельность профсоюзов, это, конечно, представляет определенную трудность наполнения именно профсоюзным членством. И вместе с тем, сегодня основные задачи по сохранению социальной справедливости, по стабильности трудовых отношений решают именно профсоюзы, Федерация независимых профсоюзов России, каждый профсоюз в регионе, профобъединение. И, конечно, даже в первичной профсоюзной организации, если численность профсоюзного членства составляет менее 51%, это значит, что коллектив уже теряет дополнительные гарантии и льготы, особенно по заключению коллективного договора. Потому что, ну, ни один работодатель не будет наполнять коллективный договор самостоятельно. Для этого необходимо взаимодействие между представителями работника, представителями работодателя. Это коллективные переговоры, договоренности, в основе которых лежит качественный ответственный труд, а взамен социальные льготы, права и гарантии. И, конечно, добиться этого может по-настоящему реально только профсоюз. Время идет, все меняется, но приятно слышать, что профсоюз все-таки смог сохранить свою основную цель и все так же помогает людям. Стана Викторовна, спасибо вам за интересный разговор, спасибо, что нашли для нас время. Это были 13 минут с депутатом Государственной Думы Светланой Бессараб. До встречи.